Всем большой привет! Меня зовут Татьяна. В этом видео мне хочется рассказать про такую тему в английском языке, как чтение буквосочетаний. У нас, так же как и в английском, некоторые буквосочетания читаются по-разному. В английском это довольно-таки явно выражено. Поэтому одно и то же сочетание букв, даже одна и та же буква, в разных случаях может читаться абсолютно по-разному. И сейчас вы это сами увидите. Я буду писать сначала буквосочетания, потом транскрипцию, как это читается, и потом примеры. Вот, например, две буквы И, так и будут читаться И. И вот, например, примеры, как МИТ и БИ. Далее, сочетание букв И и А тоже читается как И. ТИ, МИТ. Две буквы О будут читаться как звук У. Например, ЗУ, ФУД. Далее, также эти же две буквы О будут читаться как звук У. БУК, КУК. Сочетание следующих двух букв будет читаться как АУ. АУТ, КАУНТ. Далее, сочетание буквы О и буквы W будет тоже О. ХАУ, 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 НАУ, ТАУН. Но, также сочетание этих же двух букв, О и В, будет читаться как О. ОУН, СНОУ. Также, вот сейчас мы изучали, сейчас были только гласные буквы или же гласные и согласные. Но, бывает, когда две согласные буквы. Например, вот это сочетание будет читаться просто как К. БЭК, ДАК. Если же мы возьмем сочетание букв СИ и АШ, извините, тут ошибка, я написала СИ и К, а надо было АШ. Извините. Будет читаться как звук Щ. ЧЕ, НЧЕС, МАЧ. Сочетание букв СИ, вот такой, буквы С и АШ, будет как Ш, звук Ш. ЩИ, ФИЧ. Эти две буквы вставляют букву Ш на русском. Если эти две буквы как С, как З, даже. ЗИС, УИЗ. Но они могут читаться и по-другому. Как С. СИН. МЭФ. ТИН. ТИН. Так что, да, как видите, очень разнообразно бывают звуки. Этот звук будет читаться как Н. Длинное Н. СОН. БРИН. Даже несмотря на то, что сочетание идет буква Н и буква G, буква G не читается и просто идет звук Н. СОН. БРИН. Н и К. Здесь все в порядке, все две буквы читаются и получается ПИНК и ДРИНК. То есть все в порядке, все эти две буквы будут читаться. Далее. Буква В и АЖ. Это сочетания часто используются в вопросительных словах. Так вот, будет ВН, будет просто читаться как будто В. ВН, например. Далее. То же самое. Эти две буквы будут читаться как Х. Например, ХУ. К и Н будут просто Н. Буква К не читается. ВВ и Р будут просто Р. РАЙТ. РОН. Буква В, В, В не читается. П и Х. Будет просто звук Ф. ФОН. ЭЛЕФАНТ. Если буква О, а потом Л и Д, будет звук О. КОЛД. ОЛД. Буква И и плюс Л и Д. Будет читаться АЙ. ВАЙЛД и ЧАЙЛД. Буква И и плюс Н и Д будет тоже такой же звук АЙ. Например, КАЙНТ, ФАЙНТ. Далее. И, ДжИ и АШ. Сочетание довольно-таки такое непонятное, но тоже будет читаться как АЙ. ХАЙТ и НАЙТ. А, буква А, А, плюс СОГЛАСНОЕ. Группа СОГЛАСНЫХ. Будет А, КЛАСС, ПАСТ. Буква А и две буквы Л. А. А, ОЛ, БАЛ. Да, тут кусочек видео, к сожалению, не записалось. Я не знаю даже, как так получилось. Наверное, я просто забыла включить камеру. Да, такое бывает. Но так даже, наверное, и не хуже, потому что пока я писала, это довольно-таки много времени видео занимало. Так я просто сейчас буду вам рассказывать. Так, до этого момента мы дошли. А теперь последние два. Буква А и Л, а также плюс буква К. Будет тоже долгий звук О. Например, слова. ТОК, ВОЛК. Ну и последнее. В и буква А. Будет О. Ну как так вот. Например. ВОНТ и ВОЗ. Вот. Это буквы сочетания, которые я хотела вам сегодня рассказать. И сейчас мы их немножечко, так скажем, повторим и подытожим. Я всегда так делала, потому что я считаю, так лучше запоминается. Итак. Две буквы И будут так и читаться. И. БИ. МИТ. И и А тоже И. ТИ. МИТ. Две буквы О будут считаться как У. ЗУ. ФУД. Или же БУК. КУК. О. АУТ. КАУНТ. О. ХАУ. НАУ. ТАУН. О. ОУН. СНОУ. СЕ. И. КА. Просто будет КА. БЭК. ДАК. ЧЕС. МЭЧ. Как ШЕ. ЩИ. ФИШ. Как С. Как З. ЗИС. ВИЗ. Как С. СИН. МЭТ. Как просто как буква Н. СОН. БРИ. НК. Как так и остается. ПИНК. ДРИНК. В. И АЖ. Просто В. ВН. Также можно быть как ХУ. Х. Например, просто буква Н. Это НК. НАЙФ. В. И. Р. Просто Р. РАЙТ. ПИХ. ФОН. И. ТАК. ДАЛЕЕ. А СЛЁМЫ НЕДАВНО С ВАМИ УЖЕ СДЕЛАЛИ. ЧТО Ж. МЭБЛО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО ВЫ ПОСМОТЕЛИ ЭТО ВИДЕО. Мы с Вами совсем скоро увидимся. Всем пока.